Рад приветствовать всех стремящихся к познанию. С вами Вова Ломов и теплица социальных технологий. Обычно люди движутся от простого к сложному, а мы от сложного к простому. Custom Post Types, который мы рассмотрели в прошлом видео, это конечно не самая сложная WordPress, но это точно за пределами начального уровня. А вот если говорить про Гутенберг, это наша сегодняшняя тема, это наоборот самый-самый начальный уровень. И это говорит о достоинстве встроенного редактора WordPress. То, что называется он Гутенберг, нигде, кстати, уже не афишируется. А когда он вышел, это особо подчеркивалось, как бы намекая, что это произведет революцию, подобную той, что произвело появление книгопечатного станка. Итак, добавим новую запись. В запись добавим заголовок и некий текст. Вот у нас как будто три абзаца. Каждый абзац это блок. Собственно, в этом и была революция Гутенберга. Хотя блочная система существовала уже на тот момент в разных конструкторах типа тильды. Но классический CMS это все-таки не про удобство, а про функциональность. И тут разработчики решили, а почему бы нам не совместить функциональность с удобством. И так появился Гутенберг. Давайте для того, чтобы было нагляднее и понятнее возьмем целый абзац. Кстати, если вы вставляете текст из какого-то внешнего источника, он копирует форматирование. Но иногда копирует странно и в конце я расскажу, как вставлять без форматирования. Итак, вот это у нас один блок и вот еще три блока. Мы можем внутри блока как-то форматировать текст. Например, сделать его жирным или курсивом. Можем выровнять текст, например, по центру или по правому краю. А вот у нас целый абзац. Мы весь его можем сделать жирным или вообще перекрасить. Тут есть еще дополнительные настройки в выпадающем меню. Все это хорошо, но при чем здесь блоки? А вот при чем. Блок это вид отображения текста. Сейчас это у нас простой параграф. Если мы выберем заголовок, то он станет заголовком. Сейчас это аж два второй по крупности. Можно его сделать первым по крупности или наоборот маленьким. Вот таким вот образом. Это уже лучше, но тоже не совсем понятно, в чем дешевле. А в том, что блоков этих здесь много. Плюс вы можете скачивать плагины с наборами блоков и даже устанавливать свои собственные. Правда только через код, но там не очень сложно. А чем больше блоков, тем шире веер возможностей. Вот тут, кстати, есть дополнительные настройки. Можно дублировать, удалять, копировать блоки, что тоже, конечно, удобно. Берем блок параграф, отменим всякие цвета форматирования и сделаем из него, например, цитату. Вот такой вид оформления текста у нас появляется. Еще раз дублируем и сделаем из цитаты, например, выдержку. Выдержка оформляется не так. Вот это у нас кто говорит? А это что говорит? Красиво? Красиво. Блоки можно двигать вот таким вот образом, менять последовательности. И, собственно, вот. Добавляя новый блок, вы можете выбрать вид блока. Тут шесть самых популярных. Со временем тут будут наиболее часто используемые вами. Можно воспользоваться поиском, если вы знаете название блоков. Мы, например, знаем, что тут есть блок цитата, причем, вот, например, другой вид цитаты. Так, удалим. И можно посмотреть все блоки, которые здесь есть. А есть их тут превеликое множество. На все случаи жизни. Поудаляем все. Вставим сюда опять кусок текста и разберемся с цитатой. У нас есть изображение. Я так понимаю, это Сервантес. Хотя, может быть, и Дон Кивот. Я не помню, как выглядел Сервантес. В любом случае, заменим его на себя. Подробно о работе с изображениями я буду рассказывать позже. Заменим его на себя. Вот такой вот красавчик. Тут есть дополнительные настройки блока. Это, что касается изображений. Это, что касается цитаты. Добавим новую запись в рубрику статьи и сразу установим изображение записи. Опубликуем и на сайте в разделе статьи появится новая запись, оформленная вот таким вот образом. Изображение увеличилось. Имейте в виду, что форматирование в редакторе может отличаться от форматирования на сайте, поскольку тут еще играют роль настройки CSS от разработчиков темы. Ну и в любом случае в Гутенберге само поле немного уже, поэтому все картинки кажутся более узкими, чем будут в итоге на сайте. Поэтому перед публикацией проверяйте, как все выглядит. Тут такой размер фото связан, я думаю, не CSS, а с чем-то еще. Заглянем еще раз в редактор. Ну да, она и здесь почему-то увеличилась. Давайте попробуем еще раз уменьшить. А как сейчас? О, нормально. Итак, еще раз. Тут у нас есть дополнительные настройки блока. Если вам нужны настройки документа, так вы переключаете на документ. Если копировать текст с другого сайта или даже из Word, он вставит текст вместе с форматированием. Но форматирование будет несколько отличаться от исходного, поскольку на это влияют еще внутренние настройки темы. Если вдруг вам нужно вставить текст без форматирования, то вам нужно открыть редактор кода. То, где мы работали сейчас, это визуальный редактор. Когда-то таких, по-моему, вообще не было. А весь текст форматировали с помощью html. В html текст выглядит вот таким вот образом. Соответственно, если вставить сюда текст, мы получим на выходе вот такой абсолютно чистый текст без единого тега. То же самое, что вставить в блокнот. И дальше уже выйдя из редактора кода, можно заниматься форматированием. Единственное, он не будет в таком случае разбить на блоки. У меня есть скринкаст по работе с Гутенбергом. Ссылку оставлю в описании, но там немногим больше информации, чем я сейчас дал. В принципе, для того, чтобы делать в Гутенберге именно то, что вам нужно, то есть воплощать все свои самые смелые идеи, вам нужно просто сесть и поэкспериментировать. Посмотреть, какие есть блоки, привыкнуть к ним, а потом попробовать поискать что-то новое. Есть большие библиотеки блоков, в том числе бесплатных. Разобраться с ними не сложно, совет – заглядывайте чаще в правую панель. В доустановленных блоках там много достаточно тонких настроек.